Привет всем, это Варлорд. Сегодня вторая часть моего влога. Я снимал уже видео, где у меня стоят коробки, в которых лежат наборы. Я записываю вторую часть, где у меня уже все наборы, соответственно, по пакетикам просортированы вне этих коробок. А вот в моей башне, я сейчас начал, видите, возводить башню из лего. Башня практически полностью уже состоит из пустых коробок, только вот может наборов 30 здесь. То есть пока что с содержимым, ну поскольку они как бы запечатаны, и мне не хочется их вскрывать. Ну а так сейчас быстро мы пройдемся по тому, что я сделал. Вот здесь, в обычной такой пластиковой коробке, у меня теперь хранятся мои фигурки. Здесь около 2000 фигурок, может больше. Ну, в общем, основной такой пласт, вы видите, их здесь реально много. Ну, давайте, допустим, посмотрим какие-то черепашки-ниндзя вместе с вот там супергероем DC-комикс, там Звездные войны, здесь динозавр с драконами, вернее, дракон с динозаврами, и ниндзяга, и прочее. В общем, здесь их, да, реально много, вы видите, коллекция просто огромная. Я вам вот отсюда покажу, потому что коробка, да, довольно глубокая. В следующем у меня ящики, часть инструкции, у меня их сотни, наверное, ну не наверное, а точно, но здесь лежат совсем немного. И почему-то прям совсем старые по Хоббиту, вы видите, старый набор, третья часть Железного Человека с особняком, а там Чима, кстати. Ну, в общем, это довольно раритетные уже инструкции. Тут вы видите одну китайскую, остальные оригинальные по Лего Фильм 2, Ниндзяга Фильм. Тоже, вы видите, все заполнено. Да, можем открыть, можем заглянуть, что там у нас лежит. Много инструкций, маленьких, больших, все здесь есть. Ну, а по поводу башни, здесь где-то 15 коробок в высоту и 3-4, соответственно, в ширину. И да, здесь вот те коробки от тех комплектов, что вы видели в том видео первом. Сейчас мы сможем с вами еще раз посмотреть на это все сверху. Наверху те коробки, которые было тяжело пристроить, это Ниндзяга, спиннеры, в общем-то, и Дайменшинс. Так, вторая часть моего сегодняшнего ролика связана с фигурками, которые я тоже начал на пластины выставлять из некоторых комплектов. У меня сейчас часть упала, поскольку я на них сел. Это в основном фигурки из этих новых коробок, не все, но большинство. Они, конечно, не были в видео с моей коллекцией прошлогодним. И некоторые я уже убрал, а некоторые вот решил начать расставлять, чтобы хоть что-то вам интересное в этом видео показать. Итак, ну здесь вы видите новый Гарри Поттер, набор по Флинстонам, истории игрушек, современные Звездные Войны сеты, также супергерои Marvel DC, там какие-то Сити, динозавры из истории игрушек и некоторые из Крейтор и плюс Айдиас набора с книгой сказок. Здесь у нас в основном Ниндзяга из двух тем. Это в основном, да, Наследие, предыдущая волна, и самое новое, это Огонь и Лед, Запретная Кружицу. В основном здесь Наследие, злодеи, герои, там дальше вы видите чуть-чуть Лего фильма, наборы фигурки по Мстителе Финал и также большинство фигурок по Облачному Городу. Кстати, если обзор не видели, посмотрите. Здесь Майнкрафт, но этот Майнкрафт я вам показывал в видео с коллекцией Майнкрафт. Я нашел еще немного фигурок, у меня их точно больше, но вот эту часть нашел. Что-то из Домика Ведьмы, что-то из Храма в джунглях и еще вот Свина Зомби один есть. И еще из Сушителя я здесь поставил, вы видите, его сейчас у меня сфокусируется вдалеке. Видео с коллекцией по Майнкрафт тоже обязательно на канале зацените. И Сушитель, кстати, реально прикольный и очень на себя похож. Далее у меня. Это в основном Огонь и Лед. Вот первые три ряда Огонь и Лед, да, Змей, вот эти Самурай, затем Овервотч, все фигурки, которые у меня есть. И также Человек-паук по последней части, вот которая еще не вышла, второй. Тоже видео с полной коллекцией есть на канале, где еще обзор набора с Расплавленным Человеком. Ну и вот некоторые большие фигурки по Гарри Поттеру 2, между ними из Ниндзяга, Халк и Танос по Финалу. Два моих динозавра. Один динозавр по Лего-фильму. И также вот вы видите большую фигурку, посадил сюда по наследию. Я начал формировать коробки, где у меня в каждом пакетике лежит набор. Здесь, конечно, не все, но некоторые уже точно представлены. И если вы захотите, вот, кстати, листки, зачем здесь? На каждом листке артикулы. Если захотите, я вам, конечно же, покажу все, когда уже это все закончу делать. Допустим, откроем коробку. Просто откроем вот коробку с вами сейчас. И вы видите здесь наборы по Лего-фильму. В основном. Вот тут что-то, вы видите, с вами достали. Да, тоже Лего-фильм. Набор, объединенный с кисонькой. Вот этот вот внедорожник. В общем, большинство здесь сетов это Лего-фильм, где там автобус. Вот этот для вечеринок также дом мечты, который является ракетой. Далее. Это три коробки, где у меня детали должны быть просортированы, но на деле не особо. Вот давайте достанем. Сейчас реклама сумма была, на самом деле, которую мне не заплатили. Вот. Очень много оружия. Одна из моих любимых коробок. Оно прям так здесь массивно круто выглядит. Закроем. Здесь еще, соответственно, раз, вообще два, три, четыре. Там пятая, шестая. Там подставка для Марвела. Седьмая наверху на столе. Восьмая. Вот в этой коробке у меня лежат просто детали. Вы можете заценить. Здесь реально очень много. Вот. Здесь, допустим, много серых деталей, которые, как бы, встречались в Касле и так далее. Сиз Майнкрафта. Вот такие, как я люблю. Классические. Тут еще какие-то сеты. Здесь все оригинал, как бы. Пару из Алиэкспресса было в каких-то коробках, но зачем мне их класть отдельно? Разные детали. Вот здесь, вы видите, тоже много. Все это, по идее, нужно просортировать. Вообще их гораздо больше, именно просто деталей. Но пока не доходит время. Звездные воины какие-то. Дайнер, эксклюзивный по Лего Крейтор. Большой R2-D2. Здесь имеется моя самоделка по Человек-паук, которую я сделал с помощью набора с мостом Реалта. В общем-то, сейчас комната, где я нахожусь, превратилась просто в один большой склад Лего. И с этим всем я буду разбираться. Пишите, если хотите, третий влог на эту тему, завершающий. Ну и также на канал подписывайтесь, видео поддерживайте. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok